Более 6 тысяч беженцев из Украины находятся в настоящее время на территории региона. Из них в пунктах временного размещения проживают почти 2000 человек. Эти люди находятся на содержании государства. На каждого из казны выделяется 800 рублей в сутки. Чтобы внести поправки в региональный бюджет, депутатам пришлось прервать отпуск. На внеочередном заседании побывал Станислав Жижин. Причина внеочередного заседания депутатов – экстренные поправки в региональный бюджет. Часть средств, заведенных из федеральной казны, нужно перенаправить на приоритетные цели. А именно на содержание пребывающих на территории области граждан Украины. 91,7 миллиона рублей. Это на беженцев с Украины. Расчеты 800 на каждого человека. Это расчетная сумма. Думаем, что она достаточно на первое время. Если будет поступать еще больше беженцев, то, конечно, потом дополнительные средства будут поступать. Деньги пойдут на финансирование затрат в учреждениях, где размещены беженцы, а также в министерство. Например, по линии Минздрава от заболеваний привито уже более тысячи переселенцев. На это ушло свыше 600 тысяч рублей. Однако, по прогнозам специалистов, даже выделенных денег надолго не хватит. То количество граждан Украины, которое сегодня находится в пунктах временного размещения, с одной стороны, будет возрастать за счет пребывания вновь организованных групп этих лиц в приграничных территориях. С другой стороны, безусловно, должно уменьшаться за счет тех граждан, которые получат определенный статус, будут трубоустроены. Но эта схема на деле не сработала. Трудоустроиться на предприятиях региона могут немногие. Практически каждый мужчина из числа переселенцев – шахтер. А в регионе горнодобывающая промышленность не развита. Поэтому часть прибывших уезжают в другие города. Во всей видимости, чиновникам важно было количество принятых беженцев, а не их профессии и способности. Сейчас ситуацию пытаются исправить. Было принято, соответственно, предложение вашему, по организованной группе, которую мы направили в Ростовскую область, для персонального подбора специалистов по тем, имеющимся вакансиях, которые на территории региона Северной присутствуют. Но что делать с теми, кого уже приняли, пока они находятся в пунктах временного размещения? Им помогают волонтеры и жители региона. Передают вещи и продукты. Держат ситуацию на контроле и чиновники. Правда, депутаты говорят, мало просто контролировать, нужно помогать. У меня есть предложение к депутатам и коллегам. Может быть, нам здесь вместе с правительствами, в правительстве, кто-то приемом занимается, взять шестку каждому депутату, конкретно Северной. Сейчас на территории области действует 56 пунктов временного размещения. Шесть из них придется освободить уже через несколько дней. Это общежитие профобразования. С наступлением холодов закроют еще шесть детских лагерей. А по прогнозам специалистов, поток беженцев к зиме только усилится. Станислав Жижин, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.